Всем привет дорогие друзья, меня зовут Твист и это очередной выпуск Redstone Tutorial И сегодня я вам покажу механический банк в Майнкрафте Ну или механическое хранилище в Майнкрафте Довольно-таки интересный механизм получился Идею я взял у такого американского ютубера как Сэдблинг Ссылочку я оставлю на его видео в описании Вы можете зайти и посмотреть его концепт данной схемы Ну я схему эту полностью переделал Эта схема полностью моя Я ничего с Сэдблинга не брал, только лишь идею данного механизма Ну что ж, как собственно говоря работает эта схема Значит, все у нас осуществляется по картам То есть допустим мы вот давайте сделаем карту То есть активируем карту Сразу можете посмотреть как выглядит механизм Давайте ее сразу переименуем И назовем ее карта клиента И поставим, назовем ее твист Вот так Дальше из этой карты мы сделаем две карты То есть вот так Сделаем две карты Это карта клиента твист Теперь если мы положим в выбрасыватель сразу две карты Произойдет некие манипуляции, у меня немножечко право гонет И одна карта нам вернется обратно Это наша карта, то есть основная будет И нам придет собственно говоря грузовая вагонетка Сюда мы допустим положим алмазы Давайте положим алмазы для наглядности И отправим эту вагонетку туда Теперь давайте сделаем еще одну карту Тоже это пока что отложим Тоже откроем карту Сделаем из нее карту допустим номер один Да кстати забыл сказать то что данный механизм рассчитан на допустим 10 игроков То есть 10 игроков здесь могут хранить свои вещи Так сделали мы первую карту Теперь из этой карты мы делаем две карты И опять же ложим вот сюда У нас происходят некие манипуляции И вот у нас карта возвращается нам Вот она наша карта основная И нам приходит новая вагонетка уже пустая Сюда мы положим изумруды Давайте вот так положим изумруды И отправим ее обратно И давайте сделаем еще одну карту Чтобы вы могли убедиться что механизм работает так как нужно Так давайте ее переименуем Назовем ее карта 2 Вот она у нас И сделаем из одной карты опять две И вот так Теперь положим эти карты вот сюда Опять происходит некие манипуляции И сейчас по идее должна приехать новая вагонетка Вот у нас карта номер 2 Вот они все наши карты Твист Карта клиента 1 Точнее карта 1 и карта 2 И вот нам пришла следующая вагонетка Сюда мы положим допустим вот так золото Отправляем эту вагонетку И допустим мне нужна Я клиент Допустим вот я твист И хочу допустим взять Сундук со своими алмазами Я ложу сюда карту клиента Она мне возвращается И сейчас по идее должен прийти Сундук с нашими алмазами Я отправляю И допустим я второй Ну клиент Второй клиент И я тоже вожу сюда карту И сейчас нам должен прийти Вот этот вот Ну вагонетка В общем сундуком С нашими изумрудами И так далее собственно говоря Ну что ж Основную часть я вам рассказала Теперь давайте перейдем К самой схеме данного механизма Только что на своих экранах Вы увидели как выглядит Вот данная схема Вот это вот собственно говоря Механизма Схема большая Сразу говорю В общем выглядит Как вы могли увидеть Вот так И давайте собственно говоря Расскажу как она работает Осуществляется это все С помощью вот таких вот Вот такой вот системы Из хопперов Тут очень много используется Слайм блоков Много поршней Много хопперов Поэтому в выживании Построить это будет Довольно таки затратно В общем Как работает данная схема Работает она следующим образом Вот у нас есть У них уже тут есть карта 1 Давайте ее отсюда уберем Вот так По-моему Здесь вторая карта И здесь у меня третья карта В общем Когда мы ложим Вот сюда Карта клиента Твиста Давайте я Заберу Вот отсюда Так где Вот отсюда Вторую карту Свою Когда мы ложим Сюда карту Она у нас Одна остается Вот здесь А вторая карта У меня проваливается Вот в эту воронку И уходит нам в сундук Вот она И она нам Возвращается Вот Она по вот этому механизму Она нам возвращается Эта карта В общем Ну и когда мы ложим Собственно говоря Карту клиента У нас подается на этот факел Такой короткий сигнал На этом все в принципе И основано То есть это Можно сказать Сортировщик блоков Но если мы положим Уже Давайте я возьму Вот эту вот карту Если мы положим Вот эту карту То у нас Она Положится В следующую Ячейку То есть вот так У нас будет Здесь Карта номер один И карта номер один Нам придет Вот сюда Вот она И самое главное Самый главный плюс Этого механизма То что Карты Не стакаются То есть нельзя Сделать Допустим Четыре карты Карта клиента Твист И они не стакнутся То есть по любому Всего получится Две карты Вот такие вот Собственно дела Вот на этом схема И основана Давайте теперь расскажу Как она Собственно говоря Работает в общем Когда у нас в этот В этот выбрасыватель Кладется Две карты Они сразу Перебрасываются Вот в этот выбрасыватель Ну а выбрасыватель В свою очередь Перебрасывает Это все Вот это все Перебрасывает Вот в эти Собственно говоря Воронки Которые у нас Идут Уже Вот так вот Идет система Такая из воронок По вот этим Вот ячейкам Которые сделаны Вон там То есть у меня Здесь 10 ячеек То есть 10 Допустим Клиентов Нашего Так сказать Импровизированного Банка Вот И Карта Кладется сюда И когда Вторая карта Уже падает В эту воронку Она забирается Вот этой нижней воронкой И все Карта нам По вот этому Вот механизму Подъему С помощью выбрасывателей Возвращается Наверх То есть нам Тут я кстати Использовал Такую вот Интересную схемку Чтобы Вот этот Выбрасыватель Выбросил все карты Я сделал Следующее То есть поставить Здесь выбрасыватель Здесь Компаратор Здесь Липкий поршень С редстоун блоком Тут редстоун Провел Тут липкий поршень Слайм блоки И Красный камень Который Делает Мигалку Который Активирует Мигалку С помощью воронок Вот так Дальше После того Как у меня Давайте я там Где нибудь С края покажу Чтобы было мне Наглядно Вам видно Точнее После того Как здесь Появляется сигнал На факеле У меня Здесь получается Пропадает сигнал На рельстоуне Поршень активируется И так как Получается Очень короткий сигнал И он не успеет Дойти Вот Чтобы активировать Вот эту рельсу И вот этот поршень Я сделал следующее То есть поставлю Здесь репитер Два репитера На максимальную задержку Один снизу Другой сверху И по факелам Оно идет Здесь у меня Дезактивируется Поршень И активируется Вот эта рельса И вагонетка Выезжает Собственно говоря Вот этот поршень Нужен для того Чтобы Вагонетка Когда Приезжала назад Она не Проезжала вниз То есть Ну вы сейчас Поймете О чем я Чему я веду В общем Смотрите Так Давайте я Допустим Вызову Так Карта клиента Два Вот это Допустим Давайте я вызову Вторую Вот Карта клиента Два Так Подождите У меня Ага Она Пошла В новую Да Это другая Карта Вот это конечно Буду очень дико Путаться Сейчас Так Давайте я Лучше Вот Вот это Давайте я возьму Карту Здесь я допустим Положу карта Три А вот сюда Вот мы Положим Следующую ячейку Карту Номер два Две карты Вот у нас Появляется Сигнал Активируется Поршень Вагонеточка Активируется Рельса И вагонеточка У нас приезжает Собственно говоря Нам вот сюда Карту Мы забираем И когда мы Ее отправляем То есть Смотрите Что происходит У нас Происходит Следующий Раз И два Вагонетка Становится На свободное Место То есть Если здесь Находится Вагонетка То Так сказать Вот эта Вагонетка Она Когда проезжает Она Отталкивается От этой Вагонетки И едет Назад Вот По Вот этой Колее И дальше Так Пока Она Не найдет Свободное Место В общем Вот такая У меня Получилась Схема Единственный Наверное Минус Данной Схемы Это то Что Обнулять Это все Приходится Вручную То есть Вот так Вот брать И искать Карты Которые Нам Не надо И Убирать Это все Дело Вообще В принципе Механизм Довольно Таки Неплохой Получился То есть Такая Сортировочка Даже Можно Назвать Таблоков Допустим По Картам Допустим Стоит Сундук С картами Да И допустим Нам надо Алмазы Вы берете Активируйте Берете Кладете Сюда Карту С названием Алмазы И Нам приезжает Алмазы То есть Такая Вот Тоже Довольно Таки Интересная Схема Получилась У меня Выглядит Она еще Раз Вот так Можете Посмотреть Да Кстати Когда У нас Забиты Все Десять Пользователей То Нам Все Возвращается Назад То есть Вот У нас Тоже Такая Линия Из Хопперов Нам Возвращаются Обе Карты И Вернутся Назад Если Мест Уже В Нашем Банке Нету Ну и Еще Из Плюсов Я хочу Заметить То Что Данная Схема Полностью Стокабельна То есть Вы Просто Берете Убирайте Вот Эти Хопперы И Достраивайте Вот Эту Новую Ячейку То Есть Вот Это Одна Ячейка Идет И Вы Ее Берете И Достраиваете Собственно Горел Такие Вот Дела Такая У меня Получилась Схема Надеюсь Она Вам Понравилась В общем Я Очень Сильно Старался Все Таки Я Давненько Не Снимал Редстоун Механизмы Это Такая Вот После Затяжного Я Очень Дико Бомбил Много Чего Здесь Не Получалось Но В итоге Схема Получилась Все Отлично Все Шикарно Я В принципе Этой Схемой Очень Даже И Доволен Надеюсь Она Вам Понравится Ссылочка Ссылочку На Карту Я Оставлю В Описании К Данному Ролику Ну На этом Я думаю Я закончу Всем Спасибо За просмотр Данного Ролика Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Ну а С вами Был Твист Всем Удачи Всем Пока